Госпожа Каллан, Путин обещает уже в июле разместить российское ядерное оружие на территории Беларуси. Считают ли в США это угрозой? И самое главное, что собираются с этим делать? Заявление Путина – это еще один пример безответственной ядерной риторики России. Конечно, мы следим за этим. Совет безопасности США и Госдепартамент смотрим на ситуацию. Но мы пока не видим, что Путин готов это делать или собирается это делать. Но это действительно серьезно, потому что все страны, которые имеют ядерное оружие, давно согласились не использовать ядерное оружие. И что нужно делать максимально все возможное, чтобы была безопасность в мире. И США будут продолжать настаивать на то, чтобы Россия соблюдала все международные нормы, которые связаны с ядерное оружие. На недавней акции протеста в Варшаве, приуроченной очередной годовщине Чернобыльской трагедии, один из лидеров белорусской оппозиции, Зинон Позняк, заявил, что США – это единственная страна в мире, которая хоть как-то может поплывать на ситуацию. Вот что бы вы ему ответили? Я хочу сказать, что это не только США, которые могут влиять на ситуацию, а все страны мира должны объединиться, чтобы гарантировать безопасность. То, что мы видим в ситуации сегодня в Украине, например, это не только США, которые могут действовать, помогать Украине. Это все страны мира. Не только страны Европы, но все страны мира. Потому что то, что случится сейчас в Украине, то, что случится с этой безответственной ядерной риторикой Путина, это то, что это угрожает безопасности в мире. Не только в Европе, а во всем мире. И мы должны работать вместе. Я разговаривал с евродепутатом из Германии Микаэлем Галлером. Он сказал, что не представляет дополнительной угрозы размещения ядерного оружия в Беларуси, в том числе стратегические ядерные ракеты. Потому что не важно, откуда они будут лететь, с российского Калининграда или с белорусского Бреста или Лиды. Вот вы согласны с ним или нет? Ну, действительно, ядерное оружие является угрозой. Независимо от того, где находится в России, если будет в Беларуси, во всем мире. Вот именно из-за этого все страны мира, в том числе те, которые имеют ядерное оружие, давно договорились, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть развязана. И существует такой договор о нераспространении ядерного оружия. Каждые пять лет страны, которые участвуют в этом договоре, встречаются, чтобы смотреть на ситуацию в мире. И каждые пять лет, когда эта встреча существует, опубликуем совместное заявление, консенсус о ситуации в мире. В прошлом году мы видели, что Россия не согласилась подписаться, не согласилась с этим совместным заявлением. И это было, к сожалению, тогда это заявление не было, консенсус не было. Но страны Большой Семерки, многие страны мира знают, что нельзя использовать, нельзя применить яркое оружие. И мы будем продолжать настаивать на то, что Россия соблюдала международные нормы. К сожалению, мы видим в последнее время, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину, что Россия не соблюдает международные нормы. Но США будут вместе с нашими партнерами в Европе и во всем мире настаивать на то, что Россия должна соблюдать эти международные нормы. Это крайне важно для безопасности в мире. Кстати, о международных нормах. Лукашенко не только открыто нарушает Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году о нераспространении ядерного оружия, но и фактически хоронит все усилия предыдущих руководителей Беларуси. Зачем он это делает, на ваш взгляд? Ведь ему ядерную кнопку все равно никто не даст. Ну, зачем это Лукашенко делает, лучше спросить Лукашенко. Но то, что мы видим, это то, что Лукашенко не уважает мнение своего народа, не уважает территориальной целостности и суверенитет своей страны. Потому что он дает Путину возможность использовать территорию Беларуси для войны Путина в Украине. И это не в интересах белорусского народа, чтобы территория Беларуси была использована для этого. Так что вместо этого Лукашенко должен думать о своих людей, о их благополучии и слышать их мнения. И вот то, что мы видим последние пару лет, Лукашенко это не делает. К сожалению, он давно уже не отвечает на вопросы независимой прессы, поэтому я задал этот вопрос вам. Стоит ли нам ждать какой-то большей помощи США, белорусскому гражданскому обществу, независимой прессе, образованию на белорусском языке? Или придется ждать конца войны? Ну, давайте смотрим на то, что мы делали последние два года. В течение двух лет США выделили более 60 миллионов долларов в качестве помощи для Беларуси. Это и для независимой СМИ, и это чтобы укрепить белорусское гражданское общество. Ну, крайне важно для США это, что у нас было больше связи между американцами и белорусами. Из-за этого мы продолжаем образовательные обмены, мы продолжаем поддерживать частный бизнес. И продолжаем работать с демократическими силами Беларуси, чтобы белорусы могли иметь свой голос. Крайне важна белорусская культура и идентичность тоже. Спасибо за ваши ответы. Сегодня с нами был офицейный представник Держдепартамента США Андрея Калон. Алисилич Белсад, Бруссель.